Привет! Сегодня мы обсудим реализацию нескольких жадных алгоритмов. И начнем мы с задачи о рюкзаке, а именно с ее непрерывной версии. Задача формулируется следующим образом. Представьте, что вы грабитель с рюкзаком, и вы забрались на продовольственный склад. На складе, понятное дело, много всякого, и разные товары имеют разную ценность. Вам хотелось бы набить свой рюкзак так, чтобы максимизировать ценность товаров, которые вы в нем унесете. Прежде чем перейти к решению задачи, давайте сначала обсудим, как можно прочитать вход и вывести ответ. Но если со вторым пунктом все понятно, нужно просто использовать функцию print, то с первым есть что обсудить. Запустим интерпретатор. Итак, как можно прочитать что-нибудь со стандартного входа? Ну, например, для этого существует функция input. Делает она ровно то, что обещает. Мы можем ввести строчку и получим ее в виде строки в интерпретаторе. Проблема функции input заключается в том, что кроме того, что она возвращает нам строчку, она также реализует некоторое количество удобных возможностей для человека, который эту строчку вводит. Ну, например, мы можем удобно перемещаться по строке, поискать в истории. Вот он наш hello world, который мы только что ввели. И так далее. К сожалению, все эти возможности негативно сказываются на скорости input. И если вам критична производительность при чтении входа, то желательно использовать не input, а напрямую стандартный поток ввода. Читать из него можно, например, вот так. Воспользуемся стандартным потоком ввода, чтобы прочитать вход в нашей задачи. Заведем переменную reader, это будет генератор. Генератор устроен следующим образом. Для каждой строчки в стандартном потоке ввода он делает вот что. Разбивает строчку на кусочки. Затем каждый кусочек пытается привести к целому числу. Нам это подходит, потому что все входные данные у нас как раз целые числа. Функция map в Python это генератор. То есть она не является какой-то коллекцией, возвращает свой элемент и лениво. Давайте приведем ее к кортежу, чтобы у нас все было явно. Теперь можем читать вход. На первой строчке у нас записано количество элементов, которые последуют далее. n и емкость или вместимость нашего рюкзака. Прочитаем их, попросив следующий элемент из генератора. Далее следует пара чисел, где первый элемент пары это ценность предмета, а второй его количество, ну или вес. Мы не будем использовать n явно, просто прочитаем все, что у нас есть в стандартном потоке входа. Ну а потом на всякий случай проверим, что мы прочитали столько, сколько нужно. Теперь вызовем несуществующую пока функцию, решающую нашу задачу. Назовем ее fractional knapsack и передадим туда емкость и предметы. По условию задачи требуется напечатать ответ с точностью до трех знаков после запятой. Сделать это можно в Python с помощью форматирования. В данном случае мы указываем, что нужно отформатировать один аргумент. Он будет у нас вещественным, и после запятой нужно написать три знака. Напишем функцию, которой у нас пока нет. Fractional knapsack. Тело функции пока писать не будем, пусть она всегда возвращает ноль. В завершении добавим в конец нашего модуля вызов функции main. Теперь можно проверить, что все работает. Я скопировал со степика тестовый вход. Он перед вами. Вы можете сделать то же самое и записать его в отдельный файлик. Ну, посмотрим, правильно ли мы его прочитаем, точнее, прочитаем ли вообще. Прочитать мы его смогли. Ответ пока ноль. Самое время обсудить решение.